ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В минулую субботу старшиня гомельского облаканка Владимир Дворник провел прямую телефонную линию. По часу яей было принято 22 звороты. У их лику прогучало и подяка за якостное и оперативное проведение капитального ремонта дома по улице Волгоградской, что у Гомеля. Сегодня до этой удерженности можно додать еще одну. Стисные термины, в которые должны быть разгледжены и по максимальности выражены вопросы с правой телефонной линии, в одном из выпадков скоротились до некоторых годин. С подробностями Явгения Кухаронак. Пенсионер Вячеслав Горбатов потелефоновал на прямую линию до старшиня гомельского облаканка с зворотом прогрессировать дорогу от везки Хуторанка гомельского района до чугуночной станции Теруха. Ранее за дорожным станом сочили и по необходности проводили профилирование. Однако в опошний час про дорогу не вызабылися. Владимир Дворник доручил взять это питание на контроль мясцовым уладам. Дорога грунтовая имела небольшую гребенку, поэтому была задействована техника и в тот же день просьба жителей была выполнена в полном объеме. Один грейдер всего лишь поработал буквально несколько часов и в принципе привел дорожное покрытие в нормальное состояние. Работу выконали прямо в день прямой линии. Три километра дороги прогрессировали, провели ремонтное профилирование гравийного покрытия. На все пошло не кольких годин и дорога снова начала радовать и как пешеходов, так и местовых водителей автотранспорта. Утром я позвонил, мне пообещали решить мой вопрос, а вечером уже мне сообщили о том, что уже все сделано. На все на это ушло, я где-то думаю часа четыре, не больше. Я искренне благодарен губернатору за оперативное решение этой проблемы. Мне кажется, что вот так именно и должна действовать власти общества совместно, в согласии добром, решать общие проблемы. На попередней промой телефонной линии с губернатором было принято 26 телефонований. Из них 14 были расплумачены, 9 становоча вырешены и два зворота находятся на контроле. Выники этой промой линии подводят на пауно рано, однако ее значность и важность для ЖХРО региона адлюстровывают такие подзяки. Евгений Кухаронак Андрей Иванов, телерадоя компания «Гомель». Бассейн для детей и реконструированный дом культуры для дорослых. У городским поселку Камарын Брахинского района протягуются работы по доброму парадкованию и капитальным ремонте объектов социальной сферы. С планами по одновлению поселка ознайомился Олег Сентюроу. Увага до работы, яке ведутся у Камарыне, тембошь значная, что Минавитоюн стал первым населенным пунктом Беларуси, вызволенным от захопников. Здарвался это 23 вересня 1943 года. У Камарынской средней школы сегодня до 75-ти годы вызволения арестуются так само. Причем размова не только по деле у параде переможцев, когда в Учне проходить по головной улице городского поселка с портретами своих родных у денег у Великой Ачины. Зараз у научной установки ведется работа по пошуку родных червона армейцев, яке загинули у этих местных осенью 43-го. Память народа у нас проводится всегда, не только в памятные даты, а постоянно. Наши учащиеся связываются с родственниками воинов, погибших и похороненных в братской могиле. И вот буквально в этом году к нам собираются приехать две семьи из России, которые нашли своих родственников, которые хотят посетить братскую могилу в Камарине. До 75-ти годы вызволения Камарына рыхтуются и в Камаринском доме культуры. Уверситет он станет одним центром культурного жития городского поселка. Походу же тут притягивается капитальный ремонт с элементами реконструкции. Керанисты установят кажут, что он вельми потребный. Будинку маль 30-ти годы и весь этот час неких масштабных работ тут не проводился. Меж тем, это вельми запотребованный объект. На данный момент мы готовимся к Дню независимости, который будет проходить праздник в районе и поселке. Следующий праздник у нас Купалье. К этому празднику мы тоже активно, дружно готовимся. Сгодно с пашпортом объекта Камарынский дом культуры повинен быть сзади на эксплуатацию в наступном месяце, а для не выключено, что этот термин крыхлоповая лечится. Проектировщики унесли у першопочатковый проект пыльные коррективы, которые дозволят заработать эксплуатацию дома культуры больше беспечным, а умовы для наведывальников комфортными. Сегодня свой собливый штаб будовников разместился в одной из кучу мирных покоев. Минавито тут журналистам рассказывают, каким будет центр. Ремонт в спортивном зале, то есть будет обновлено, будет уже современный спортивный зал, будет очень красиво смотреться. Дополнительно будет кабинет для хореографии, ну и ряд новшеств, замена светильников там старых на более модернизированные. Еще один объект, где ожидают будовников – Камарынский дитячий сад Ясли. Сегодня его выхованцами заявляется колеса детей. Еще когда их батьки были у таким же узрости, тут плановалось побудовать бассейн. Камарынский дитячий сад сдали в эксплуатацию в 91-м. Тогда, что побудовали бассейн, с того часа он не работал ни одного дня. Причина простая – у будинка нема грачей воды. Зараз идет распроцовка проектной документации, и после реконструкции бассейн повинен принять детей. Принциповое решение об этом принято по одной важной причине – ни в Брагинском, ни в соседнем Гонинском районах. Зараз нема ни одного девушого бассейна. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. Вышайшая адукация у сферы IT, не выходя из дома. «Гомельский державный университет» имя Франциска Скарыны пропонует абитуриентам поступление на заводшую дистанционную форму навышания на специальность автоматизованной системы опрацовки информации. Все, что потребуется для адукационного процесса – компьютер с доступом в интернет. Лекции, семинары и лабораторные работы, продугледженные программой, будут регулярно проводиться на протягу семестра. Студентам необходимо видеть расклад в учебных предметов и в потребный час выходить в глобальную сетку. Занятки будут организованы с допомогой телеконференции, отдаленных опрационных столов, мессенджеров и других додатков, призначенных для сетковых коммуникаций. Это очень удобно, потому что удельничать в адукационном процессе, можно не покидаючи дом, яки належать у концы семестра продугледжена экзаменационная сессия. Яна будет продолжаться не больше одного тыдня. Треба означать, заводшное дистанционное навышание набирая усе большую популярность в свете. Бо такая форма учебы легка сумещается с основной профессийной деятельностью. Доречи, на якости адукации это никаким чином не отбивается. Несмотря на все удобства, на то, что вы можете сами выбирать время прослушивания лекций, необходимо сдавать определенные экзамены, для этого все равно необходимо время, необходимо прилагать усилия. Заканчивающее обучение обязан обладать определенными знаниями, умениями, навыками или, как сейчас модно говорить, компетенциями. Все они будут проверены и выявлены. Если есть пробелы, их придется устранять. Дистанционная форма не предполагает каких-то послаблений. На качестве образования это не должно сказываться. Как считается, все лета бойцами студентских отрадов станут каля 10 тысяч человек. Выбор достаточно велик. Но для того, как трапить у наибольшей престижной отрады, необходимо иметь ответственную профессиональную подрихтовку. В первую очередь, это течется сервисных и будущих формирований. Чем можно заняться этим летом? Отказ на это вопрос шукали наши корреспонденты. У Гомельским державным профессийным лицей ручного флота отрады по оказанию допомоги Палацево-Парковому ансамблю створают пять годов. Задание на сегодняшний день про полка. Помимо тротуарными плитами постоянно растет трава, которую необходимо знищать. Выкористание химичных речевов тут заборонено. По-перше, опомник природы, по-друге – водоохранная зона. А тому работы приходится выполнять вручную. При четырехгодинном працанном дне за месяц можно заработать каля 150 рублей. Что с нашей стороны, мы уже заключили порядка 111 договоров на общее количество 1200 рабочих мест. 22 отряда у нас уже приступили к работе. Это и выездные отряды в Сочи поехали ребята трудиться на три месяца. И в Орленок тоже на берег моря сервисный отряд поехал трудиться. Уже и сельхозотряды начали работать. С так званых престижных объектов, где працуют гомельские студотрады, областная детячая больница и белорусская атомная станция. У першиню притягнуть до работы молодых людей выросли у акционерным товаристы «Гомсельмаш». Весною наученцы автомеханичного и машинобудовнического колледжа узнаходилися тут на практице. Теперь лепших запросили попрацовать у склада студотрада. По договору и на таких же умовах, как и остальные работники. Пошел на эту профессию, потому что она мне понравилась. И хотел немного подкопить денег на компьютер. В общем, мне, в принципе, здесь все нравится. Люди хорошие, встретили хорошо. Если обратиться к кому, всегда все помогут. «Гомсельмаш» кажут, что допомога студотрадовцов для предприемства необходима. Планы великие, останочника у них опая. Дорога не у Няма, а тому в наступном месяце тут плануют принять еще один отрат с перспективой захования этой практики и в наступном годе. А про этот год для предприемства эта махчимость ознайомиться с потенциальными работниками и при необходимости гарантовать выпускникам колледжа у первое працовное место. По результатам прохождения работы у нас в студотряде мы приняли решение, что многим из них будем уже сейчас готовить гарантийные письма учреждения среднего специального образования для дальнейшего трудоустройства у нас. Олег Сенцюров, Сергей Негеревич, Игорь Маришин, Кателли, Радио, Компания, Гомель. Директора на один день выберутся на Белорусском металлургическом заводе. Это отбудется под час Дня открытых дверей на предприемстве в ближайшую суботу. Часовый директор, который будет обрани методом жаробьевки, может выдать властный указ, наведать в кабинет руководителя БМЗ и отримать приз. Так само под час Дня открытых дверей будут працовать выставы металопродукции, технологичного автотранспорта и выкористовываемого на предприемстве спецадения. В Гомеле у знагородили переможцев открытого конкурса кавер-гуртов «Сожский шлягер». Это творчество, объединенные молодые, амбицийные и талиновитые коллективы, которые в живом выполнении демонстрируют свое неординарное авторское прочитание музыческого материала. История конкурса началась в Гомеле в 2008 году, как открытый региональный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Студентский шлягер». В 2016 году он отримал новое житие и назву. Открытый конкурс кавер-гуртов «Сожский шлягер». Все лета заявки на отдел подали 19 коллективов. Отборочный этап организаторы провели в онлайн-режиме. У основный конкурсный день на сцене Палаца культуры Белецке выступили 8 финалистов. У живым вокально-инструментальным выполнений они представили на суд компетентного журы по три кавер-версии. Одна из них училась на белорусской мове. Это было обовязковой умовой творчего споборничества. Подтрымку у проведения конкурса традиционно оказал Гомельский городский выканавший комитет. Тут же отбылась и урочистая церемония узнагороджения переможцев. Владальником диплома третьей ступени стал гурт «Бифолк». Другое место у музычного коллектива «Ятата». Гоноровое звание переможца и диплом первой ступени отримал семейный тандем гурт «Юла». Гран-при конкурсу «Сожский шлягер-2018» завоевал музычный гурт «Салли». А кроме того, солистку коллективу означали еще и дипломом за высокое выканальницкое мастерство. У целом конкурс кавер-гуртов «Сожский шлягер» будет развиваться и далее, бо он пропагандует сучасную молодежную динамичную культуру, которая должна постоянно отвечать духу часу и запитам слухачов. Этот конкурс обязательно немножко в других, скажем так, ракурсах мы его оставим, немножко мы его модернизируем, потому что каждый раз, когда мы проводим этот конкурс, мы его немножко меняем условия. Я думаю, что мы его не будем делать ежегодным, потому что коллективу все-таки надо нарабатывать новый репертуар, выступать на площадках, поэтому я думаю, что он будет проходить раз в два года. И в 2020 году «Сожский шлягер» вновь будет звучать над городом, скажем так, своими новыми шлягерами, своими новыми хитами. Геты и иншую новину вы можете знайсти на нашем сайте, у интернет-те по адресі www.tvrgomy.by. Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я же с вами развитываюся. Усего доброго. Иде-сустрыше у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Застрял в проложенной под дорогой трубе и не смог перейти на другую половину поля. В Ляплянах Лельческого района сотрудникам МЧС пришлось спасать из-за подни любопытного козленка. Отважный порнокопытный решил пробраться через бетонную проточную трубу, но застрял где-то посередине. Своеобразный подземный пешеходный тоннель для животного оказался узким из-за песка, которым засыпало почти всю трубу ближе к ее центральной части. Три часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы освободить измученное животное. Работниками МЧС были произведены работы по очистке железобетонной трубы от песка, после чего животное было извлечено, но не пострадало. А это кадры пожара на складе дров в Светлогорске. Это горело строение, в котором находилось 200 кубометров древесины. Пожар произошел накануне вечером. Склад принадлежал частному предпринимателю. Когда началось возгорание, никого из рабочих на объекте не было. Предполагаемая причина – поджог. В результате пожара уничтожена кровля здания, повреждено 200 кубических метров дров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – занос постороннего источника извне. Не учел погодные условия, оказался в Кювете. В Светлогорском районе, около деревни Еланы, автомобиль Ауди А6 наехал на дерево. Пострадал водитель. Мужчину занесло на закруглении дороги. Несмотря на то, что автомобилист был пристегнут ремнем безопасности, госпитализации было не избежать. Водителя доставили в травматологическое отделение. Аналогичная авария произошла в деревне Днепровец Реческого района. Водитель Ауди 100 потерял управление на трассе, съехал в Кювет, где его машина перевернулась. Пострадала 17-летняя девушка-пассажир. А эти кадры уже облетели все социальные сети. В Гомеле нетрезвый мужчина не смог перейти дорогу и решил ее переползти. Госавтоинспекция разыскивает мужчину, который переползал проспект Реческий в городе Гомеле. Все граждане, которые обладают какой-либо информацией по данному курьезному случаю, просим сообщить госавтоинспекцию. В Гомеле пешеход упал на автобус, который отъезжал от остановки. Это произошло на улице Могилевской. Мужчина стоял у края проезжей части. В какой-то момент его шатнуло, и он ударился о корпус отъезжающего автобуса. При падении пешеход получил травмы и был госпитализирован. ГАИ проводит проверку. Около 10 плантаций дикорастущей конопли была обнаружена оперативниками на пустырях в Гомельском, Ветковском, Жлобинском, Речицком и Будокошелевском районах нашей области. При помощи работников и сельскохозяйственной техники ближайших агропредприятий наркосодержащие растения скосили и сожгли. С начала сезона уже уничтожено свыше 7,5 тонн дикорастущей конопли и более 100 килограммов растений мака. По фактам нарушений составлено больше двух десятков административных протоколов. Если вам что-либо стало известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотиков либо местах выращивания наркосодержащих культур, просим информировать об этом сотрудников органов внутренних дел по телефону дежурной части 102. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельчанка Арина Мартынова выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе среди школьников. Состязания проходили в венгерском городе Дьор. Воспитанница Гомельской из душер номер один БФСО «Динамо», а ныне учащаяся Гомельского училища Олимпийского резерва, стала третьей весовой категорией до 58 килограммов. Всего же белорусы на континентальном первенстве завоевали 8 наград. Два золота, два серебра и четыре бронзы. На чемпионате Европы разыграли 30 комплектов медалей в борьбе греко-римской, борьбе вольной и женской. Юношеское первенство Гомельской области завершает летний соревновательный сезон для легкоатлетов. Турнир начался сегодня на Гомельском стадионе «Луч». В течение двух дней награды оспаривают около 250 спортсменов в возрасте 14-15 лет из всех уголков области. Первенство региона – это отборно-республиканское соревнование, которое состоится с 26 по 28 июня. В Витебск в составе сборной области отправится 28 лучших спортсменов. «Традиционно ждем высоких результатов от представителей таких видов, как прыжки в шестом, прыжки в длину, в тройную. Многопорция у нас хорошая, бег на среднее, бега». Летний сезон для юных гомельских легкоатлетов сложился довольно удачно по итогам Республиканских Олимпийских дней молодежи. Четверо спортсменов получили право выступить на юношеском чемпионате Европы, который состоится в Венгрии. Кристина Концевенко будет вести борьбу в секторе для прыжков с шестом. Алина Лучшего будет бороться за награды в беге на дистанции 400 метров. Степан Чушанков и Марк Потей побегут в составе белорусской команды в так называемой «шведской эстафете». В чемпионате Беларуси по футболу в первой лиге прошел 11-й тур. Из представителей нашего региона победу одержала только Мозырская славя. Мозыряне на выезде были сильнее новополодского «Нафтана» – соседи по турнирной таблице. Житковический «ЮАЗ» и «Гомельский локомотив» поделили очки 1-1. Светлогорский «Химик» в Бобруйске уступил местной «Белшине» 0-2. В турнирной таблице лидирует столичный энергетик БГУ «Славия» на третьей позиции. «ЮАЗ» и «Локомотив» на шестом и седьмом местах соответственно. «Химик» на тринадцатой позиции. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». «Химик» на тринадцатой позиции. «Химик» на тринадцатой позиции. «Химик» на тринадцатой позиции.